День на седьмом Такая сезонная, осенняя Она связана с тем, что у нас падает в эту пору иммунитет Правда ли это? Ну, для начала нужно, наверное, объяснить, что такое иммунитет вообще Иммунитет — это достаточно сложная система защиты нашего организма Которая включает в себя очень много факторов Это сложная саморегулирующаяся система Поэтому говорить о том, что падает иммунитет Ну, это вообще не очень корректное выражение Оно есть в народе, оно не соответствует действительности Поскольку действительно бывают серьезные поражения иммунитета Так называемые иммунодефициты Это уже серьезная вещь, которая требует лабораторной диагностики И такие диагнозы могут ставиться достаточно редко А вот в таком бытующем народе понятие падающего иммунитета Мне кажется, что это не совсем так Тут немножко другие механизмы работают И с которыми люди связывают повышенную заболеваемость в осенне-зимний период Они не всегда связаны с иммунитетом Они связаны скорее с внешними факторами окружающей нашей среды Как сезонности, которая несет за собой большее количество вирусных инфекций Так и увеличение распространенности этих инфекций, этих вирусов В связи с тем, что мы меньше бываем на улице Больше в помещениях, где распространение идет быстрее Особенности воздуха, особенно в помещениях, которые пересушивают слизистые И тем самым позволяют вирусам быстрее проникать И так далее, и так далее Ну и, конечно, общее, скажем так, наше настроение Оно тоже на это влияет Поскольку, когда солнышко мы не видим Вот, мы уже настраиваемся на болезни Ну, наверное, это тоже играет роль Начинаем немного грустить, да? Да, такая синяя фонда Хорошо, когда говорят, снизился иммунитет А иногда ведь еще и говорят о том, что иммунитета нет вовсе Это не правда Иммунитет есть в любом случае Но при этом очень сложно себе его представить То есть, если мы говорим о печени, мы представляем, с какой стороны она находится Если мы говорим о сердце, мы тоже представляем приблизительно Как там работают эти клапаны Ну, как минимум, визуализируем вот таким вот сердцем Если мы говорим об иммунитете, где находится наш иммунитет? Иммунитет — это весь наш организм, в общем-то, по большому счету Поскольку, ну, можно выделить таких ключевых Две части иммунитета — это клеточный иммунитет И гуморальный Гуморальный — это связанный с веществами Веществами, которые продуцируются теми или иными клетками, органами Повозволяющие защищать нас от инфекции И не только от инфекции Поскольку иммунная система, она работает, в общем-то, она работает как часы Это механизм, который лучше не вмешиваться без надобности Это, скажем, тот совет, который мне бы хотелось дать некоторым мамочкам И не только, люди сейчас много сидят в интернете, смотрят рекламы И видят огромную массу информации с рассказами, как поднять иммунитет Волшебная таблетка, волшебная пилюлька Есть относительно безвредные, хотя таких, наверное, лекарств уже не бывает Ну, относительно безвредные, во всяком случае Не несущие какую-то угрозу организму А есть достаточно серьезные препараты И вот без рекомендаций врача, обоснованных Не нужно их применять Таких специфических методов лечения, они должны назначаться только по показаниям Поэтому... Использовать самостоятельно, полагаясь только на рекламу, соответственно, уж нельзя это делать Да, они всегда правду говорят в интернете А какая опасность? Ну, опять же, наверное, надо говорить предметно о том или ином препарате Ну, во-первых, сейчас огромное количество бесполезных лекарств Которые не прошли никаких серьезных исследований Статьи в интернете, даже если под ними написаны громкие имена Это еще не доказательство Серьезные медицинские препараты проходят серьезные медицинские исследования Для этого существуют тоже ресурсы Вот эти ресурсы есть в интернете И можно, в принципе, проверить Проходило ли это вещество Серьезные клинические испытания или лабораторные И узнать, можно ли его применять И есть ли там какие-то побочные эффекты и так далее, и так далее Сейчас очень много препаратов Я вижу рекламу тоже, да, и читаю Которые таких испытаний не проходили Мы не знаем, насколько они полезны Но мы не знаем, насколько они вредны Очень часто самолечение просто приводит к чему? На заболевание это не влияет никак Заболевание продолжается Оно ухудшает состояние человека И он обращается уже поздно Вот с этой точки зрения можно считать, что эти препараты вредны Даже потому, что они не помогли в свое время Человеку обратиться за помощью, получить ее квалифицированную Мы вышли на улицу и предложили нашим одесситам Задать вопросы профессионалу Я предлагаю сейчас их послушать Хорошо? И дать вам ответы, Тереза Давайте включим первый вопрос И узнаем, что же интересует наших горожан Если вдруг ушко, я не знаю, немножко потекло Это признак того, чтобы сразу обратиться к врачу Или все-таки капельки какие-то есть Вот к нашему разговору, мне кажется Обращаться к врачу или же послушать рекламу Воспользоваться капельками Однозначно обращаться к врачу Вот как наша зрительница задала вопрос Потекло из ушка? Ну, конечно, стоит уточнить, что потекло Но если это случилось внезапно Не после душа вытекла вода И характер выделения может нас натолкнуть на мысль О том, что возник серьезное достаточно заболевание Атид Возможно, даже перфоративный Это принципиальный вопрос для выбора капель Потому что есть капли ушные, продажи, свободные Которые нельзя применять при поврежденной барабанной переполнке И самолечение может привести к серьезному ухудшению В том числе даже и слух Долгосрочному ухудшению И поэтому в такой ситуации однозначно показаться врачу А врач уже определит, с чем связана атерея Выделение из уха И назначить соответствующее лечение Давайте следующий вопрос Есть ли аллергия? Если рождаются люди с этим? Или они набирают ее? Понимаете? А если человек, у него есть аллергия И он родился с ними? Лечить их или оставить? Чтобы дисбаланс не нарушился или нарушился? Я бы еще дополнила Иногда мы путаем аллергию с простудой Простуду с аллергией Как разобраться в этом? Ну да, разобраться должен опять-таки специалист И далеко не всегда в первый день Возникновение симптомов Ну скажем так, похожих на простуду Течет из носа, закладывает нос Может быть даже иногда слезотечение Чешутся глаза В первый день И те симптомы очень похожи И на аллергию, и на начало простуды Есть некоторые, скажем, и анализы И объективные симптомы Которые позволят разобраться врачу Конечно, с этими симптомами И поставить правильный диагноз К вопросу нашего телезрителя Является ли аллергия врожденная или приобретенная Можно ли ее приобрести? Да, в основном она приобретенная Наследственный фактор играет очень большую роль На самом деле Но только наследственность Без влияния внешних факторов Не всегда срабатывает Сейчас много говорят о так называемой Гигиенической теории аллергии Как это ни странно Но ученые пришли к выводу Потому что чем больше стерильные условия Мы устраиваем себе в жизни Тем больше шансов приобрести аллергии То есть, например, проведя исследование В сельской местности Это были британские, американские ученые Обнаружили, что дети, которые Привыкли, скажем так, растить в дворе С животными, с растениями и так далее Они меньше страдают аллергиями Чем, например, те семьи, где В общем-то, чрезмерно оберегают От влияния внешних факторов Поэтому в всем хороша золотая середина Мы должны знакомиться С разными веществами И продуктами И контактировать с животными И так далее Почему? Потому что Что такое вообще аллергия Если сказать в двух словах Не вдаваясь в подробности Это, в общем-то, реакция Опять же, и того же самого иммунитета Но реакция парадоксальная Вместо того, чтобы защищать нас От вирусов, от бактерий Наш организм решил нас защитить От чужеродных белков Которые, в принципе, не вредны Для нашего организма Но сбой в системе Сказал о том, что надо бороться Против чужеродных белков И это и формирует аллергию Воспринимает Да Ну тут очень много сложных механизмов Мы, конечно, не вложимся В рамках программы Но в случае, если есть подозрения Надо сдать анализ крови? Да, совершенно верно Есть достаточно много сложных Лабораторных исследований Которые могут подтвердить Аллергию в целом А при подтверждении Аллергии в целом Можно определить Аллергию на те или иные продукты Либо, например, пыльцу растений И так далее Бытовые аллергены Та же домашняя пыль Шерсть животных Есть лабораторная диагностика При подозрении на аллергии Конечно, нужно обратиться к врачу Сдать эти анализы Для чего? Для того, чтобы понимать Если аллергия действительно есть Нужно стараться избегать аллергены Если это возможно И узнать об этом можно, конечно, да Благодаря анализам Давайте следующий вопрос Куда обратиться, чтобы дешево Недорого, доступно И излечить, например, кисту В гайморовых пазах Я люблю такие вопросы Если вас примут за рекламу Ну, я не отвечаю прямо на такие вопросы Поскольку, во-первых, нужно определить Что это за киста Они бывают разные И нужно ли ее вообще лечить Потому что есть такие кисты Которые можно не трогать И продолжать наблюдать Да, совершенно верно Ну, если необходимость лечения Допустим, хирургического Возникает Ну, я, наверное, могу пригласить Все-таки в нашу клинику На замечательный хирург Прекрасно оперирующий подобные вещи Малоинвазивными методами Современным оборудованием По современным методикам Ну, конечно, нужно сначала поставить диагноз И в дальнейшем разбираться И советовать Следующий вопрос Гланды удалять или не удалять? Друга теперь интересует Да, наши телезрители Однозначно не ответишь на такой вопрос Но я за то, чтобы по возможности не удалять Есть, скажем так Некоторый процент Пациентам, которым нужно это делать Я не буду останавливаться сейчас Подробнее, потому что есть четкие критерии Когда мы не можем уже лечить Гланды Миндалины Но в большинстве случаев Надо стараться их сохранять Если это возможно Консервативные методы лечения существуют И, конечно, нужно стремиться сохранить Это орган иммунитета Опять-таки Следующий вопрос, который прозвучит Мне тоже очень интересен Вы сейчас поймете, почему Я не знаю, конечно, можно ли его адресовать именно вам Но я уверена, что вы разберетесь Пожалуйста Можно ли чистить уши ватными палочками? Если тогда заползет муравьи Она туда вылезет Пожалуйста, целых два вопроса С первой половины вопроса Начнем по поводу ватных палочек Дискуссии разворачиваются нешуточные Причем среди моих коллег Одна часть коллег утверждает Что чистить ни в коем случае нельзя И вообще уши лучше не трогать А если оно у вас забьется Придите, пожалуйста, ко мне Я вам почищу Вот Я считаю, что не совсем правильно Ватная палочка сама по себе Угрозы никакой не несет Если она стерильная Хранится правильно и так далее Другой вопрос Как чистить уши? Да, действительно Иногда пациенты делают себе проблему Этой ватной палочки Когда начинает чистить Очень активно в глубине слухового канала Там, где серы, в принципе, нет Она естественным путем двигается к выходу И очищать Наверное, никому не нравится Ходить с грязными ушами И удалять вот эту серу Которая появилась снаружи Конечно, нужно Но, опять же, это не нужно делать ежедневно В большинстве случаев Не такая частота этих манипуляций требуется И чрезмерные, скажем, движения Внутри слухового канала Они могут быть действительно Повреждающими для кожи Они могут быть опасными Если, скажем, в какой-то неловкий момент Можно даже себе серьезно повредить Барабанную перепонку Вот, кроме того Частая манипуляция внутри уха Они стимулируют выработку серы Еще в большей степени И она начинает вырабатываться более активно А вообще сера в ухе Это нужная полезная вещь Она является антимикробным Естественным фактором И внутри слухового канала Глубоко Лучше там ничего не делать А удалять серу, конечно, нужно И можно делать с помощью ватных палочек Просто очень аккуратно Ну, а судьба муравья интересует Муравья Смотрите, ну, конечно, если он за лес Он вылезет Другое дело, что насекомые внутри слухового канала Они, их пребывание там, оно нестерпимое для пациента Это на самом деле очень неприятно И любое насекомое, которое попало в ухо Оно может вызывать достаточно серьезный болевой синдром И головокружение и так далее Ну, обычно я рекомендую Если такое случилось на даче и дома И еще где-то Можно капнуть капельку масла Обычного растительного масла Которое есть у каждого дома Масло обездвижит насекомые И в дальнейшем можно, если сами не справились Обратиться к врачу Он аккуратненько вымоет насекомое из уха У нас есть еще один вопрос Во сколько надо удалять аденоиды у малышей Чтоб они не болели? Аденоиды не болят, насколько я знаю Или же все-таки причиняют Аденоиды не болят Это тоже такой камень преткновения нашей специальности А аденоиды не удаляются в том или ином возрасте Только потому, что этот возраст наступил Для удаления аденоидов Так же, как для удаления аденоида Правильно будем говорить Потому что это один Одна миндаль, она один орган Почему-то его говорят о нем во множественном числе Это не совсем правильно Удаление необходимо только тогда, когда этот орган мешает ребенку Есть определенные, опять-таки, показания для удаления Это большой размер аденоида Третьей степени С длительным неэффективным лечением Приводящим к осложнениям в виде, например, средних атитов И воздержных Которые возникают достаточно часто В определенный промежуток времени И так далее Показания определяет только врач Возрастные особенности не являются показанием для удаления аденоида Опять-таки, по той же причине, о которой я вам говорила про гланды Потому что это лимфоидный орган Он нужен, он не просто так у ребенка в организме есть И далеко не всегда его нужно удалять И все-таки я понимаю, что каждый случай частный Что всегда лучше обратиться к врачу за квалифицированной помощью Но тем не менее Хочется услышать какие-то советы Общие осенние советы Для того, чтобы поддержать наш иммунитет Для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали И не заболели А в случае, если все-таки подхватим где-нибудь вирус Перенесли его более легко Ну, вирусных инфекций Которые возникают в осенне-зимний период Их очень много Это целый комплекс вирусов А недалеко не всегда мы знаем, какие Потому что, в общем, как правило Когда человек выздоравливает Он уже не сильно интересуется Что же это было за вирус Ну, один из самых грозных и известных вирусных заболеваний Это, конечно же, грипп И какой грипп нас ждет этой зимой Мы еще не знаем Но МОЗ дает предварительные рекомендации О том, какие прививки можно делать И прививки можно делать уже Потому что прививка от гриппа Каждый год По предположению, какой будет штамм Рекомендована к использованию Но прививка есть только, опять-таки, от гриппа Но другой комплекс вирусов Она не затрагивает Когда ее лучше делать, прививку? Ну, можно уже Уже начинать Да, то есть вот уже осенний период Это тот самый период, когда можно уже это делать Потому что пик обычно приходится на январь месяц Ну, все бывает, бывает раньше Позже, в зависимости, опять же, от погоды От климата, когда он придет к нам Ну, уже можно, конечно, готовиться Что касается обычных ОРВИ Так называемых острых респираторных вирусных инфекций Конечно, полностью защититься невозможно Но сделать так, что ваш организм старался это сделать сам Мы это можем Очень важно увлажнять слизистую полость и носа На самом деле, это такая простая рекомендация Но она доступна каждому Поэтому как сухость воздуха Пересушивает естественные механизмы Которые у нас есть в носу Так называемый амокацилиарный барьер То есть на слизистой нашего носа Дыхательных путей Существует такой механизм Это такие ворсинки Они постоянно работают И они выгоняют все ненужное из нашего организма И вот там же работает тот самый клеточный иммунитет Если слизистая пересушена Слизи недостаточно и нет увлажнения То эти ворсинки останавливаются Они не могут функционировать И тем самым быстрее вирус проникает Поэтому если организм может справиться С помощью вот такой простой вещи Как увлажнение воздуха Или увлажнение слизистой С помощью обычного физиологического раствора Можно это делать Например, утром, вечером Можно увлажнять слизистую Такие аккуратные орошения Делать, например, после посещения Какого-то многолюдного мероприятия Когда вы можете подозревать Что где-то вы, может быть, вирус уже Могли с ним встретиться Какие-то советы по питанию По прогулкам Такие общие Или они все равно остаются традиционными? Я думаю, все об этом знают Что гулять полезно Гулять нужно Проветривать помещение обязательно Потому как воздух свежий, конечно, нужен И сидеть в душном помещении Это не полезно При этом проветривать И нужно дополнительно еще увлажнять Желательно увлажнять Если, ну, сейчас достаточно много в продаже Есть специальных увлажнителей Либо проветривать почаще Чтобы, ну, можно, скажем так Гулять почаще По возможности Регулировать температуру батарей Потому что чрезмерно пересушенный воздух Это, конечно, всегда связано С повышенной температурой Обогревательных приборов Спасибо огромное, что вы пришли К нам полезный совет Спасибо за ваши ответы Нашим телезрителям Я думаю, что они получили консультацию Такую мини-телеконсультацию Приходите к нам еще Спасибо большое У нас в гостях была Тереза Козак Врач от Ларинголога Это была программа День на седьмом В студии провела ее С вами Татьяна Милинко Будьте здоровы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok